Алилуйя И давайте помолимся Что обозначает созвал Ну там первые слова и созвал И пкудей, то есть мои указания Это шмот 38, 21, 40, 38 То есть последние главы с 35 по 40 Последние главы исхода Содержание, ну здесь 6 глав То есть это много Но содержание так вот пересказать можно очень быстро 4 главы о создании, ну о постройке скини Одна глава о создании священнических одежд И представлении скини Моисею И одна глава о том, как уже скини Она устанавливалась, освящала скини И освящались священники И скини начала действовать Таким образом В сегодняшних главах рассматриваются Как бы Есть три ключевых слова Конечно, первое ключевое слово Это Бог, потому что Он Главный источник всего, что происходило В этих главах И Он главный автор И Он главный режиссер И Он главный дизайнер Что интересно И Он главный создатель скинии И священник Слово священники То есть как бы я буду говорить о Боге О скинии и о священниках У меня не так много времени Вот А так Хочется побольше Ну Постараюсь коротко Значит, скиния Давайте в учебных целях мы вспомним Быстро вспомним, что такое скиния Ну, есть как бы два обозначения Скиния – это участок местности И шатер, который стоял на этом участке И скиния – как шатер Мы будем говорить в целом Об участке местности Окруженным ограждением И, собственно, о шатре Сам участок местности был не таким большим 45 метров в длину Где-то 22 в ширину И шатер тоже, в общем-то, достаточно небольшой 13,5 метров на 4,5 И высота 4,5 В принципе, он бы поместился здесь В среднем ряду легко поместился бы И даже бы Нас бы стеснил бы, конечно Но не настолько Вполне можно было бы Рядом с ним ходить и смотреть То есть он не такое большое Это было место Значит, в скинии В скинии было Кроме шатра На этом участке местности На этом месте стоял Жертвенник перед скинией И между жертвенником и скинией Было медное море Или омывальница В которой священники Они омывались Перед тем, как войти В скинию И Я предлагаю Конечно же, я предлагаю Прочесть некоторые стихи Из главы 25-26 Для того, чтобы мы не упустили Вот эту атмосферу создания Скинии Этого места общения Бога с человеками Место, где грешный человек Мог встретиться Со святым Богом И собрал Моисей Все общество И сказал Моисей Всему обществу Сынов Израилевых Израилевых Это 4 стих Вот что заповедовал Господь Сделайте от себя Приношение Господу Каждый по усердию Пусть принесет Приношение Господу Золото, серебро, медь Шерсть голубого Пурпурного Червленого света Весон Кожью шерсть Кожья баранья красная И кожи синяя И дерево сетим И елей для светильника И ароматы И так далее И всякий из вас Мудрый сердцем Пусть придет и сделает Все, что повелел Господь И приходили все Которые влекло тому сердце И все, которые Располагал дух И приносили приношение Господу Для устроения скинии Собрания Для всех потребностей Для священных одежд И приходили мужья с женами И все по расположению сердца Приносили кольца Серги, перстни Привески Всякие золотые вещи Каждый, кто Сколько хотел приносить Золото Господу И все женщины Мудрые сердцем Пряли своими руками И приносили пряжу Голубого, пурпурного И чернеленого цвета И весон И все женщины Которых влекло сердце Умевшая прясть Пряли козью шерсть И все мужья И жены И сынов Израилев Которых влекло сердце Это, ну, читаю, выборочно Понимаете? То есть именно для того, чтобы Реально вы чувствуете атмосферу То есть это праздник Это все И мужья И жены И семьи И для каждого нашлось дело Народ создавал место Встречи с Господом И все мужья И жены И сынов Израиля Которые влекло сердце Приносили на всякое дело Которое Господь Через Моисея Появил сделать Добровольный дар Господи И сказал Моисея Сынам Израилев Смотрите Господь назначил Именно веселила Сына Урии Сына Ора И наполнил Духом Божиим Мудростью Разумением Ведением Всяким искусством Составлять искусные ткани Работать из золота И так далее И способность Учить других Вложил в сердце Его Иоголиава Сына Ахисамахова Из колена Данова То есть не только Они делали Но и многие делали Из народа Они создавали скиню Это было Но это реально было Произведение И дизайнеры Они Я думаю Вы знаете Вот они чувствуют Эту фактуру В этой скине Это было Это было Очень красивое Сооружение По тому времени Ведь Ну кругом Были шатры Ну сами поймут Какой они Белый В серо-коричневом свете Да А здесь Посреди стана Вот было Создавило Это скине Которое Как бы Ну для Людей того Время Здесь оно было Олицетворение Чего-то небесного Оно было Пурпурным Таким Ярко-голубым Там и красное Было И белое Было И так далее То есть это было Прекрасное Сооружение И стал работать Веселило Галявы И всем мудрое сердцем Которым Господь дал Мудрость и разумение Чтобы уметь сделать Всякую работу Потребную для святилища Как повелел Господь И дальше Три Это 35 глава Заканчивается Начинается Три шеста И три главы Расписываются Как все было создано Как Вот как сказал Бог Потому что Перед В других разделах Бог Он давал указания Как создавать И здесь теперь Описано Как Что Вот как он сказал Точно так Оно и создавалось И знаете Настолько подробно Это все расписано И сделал петли голубого цвета Я так просто выброшу Считаю На краю одного покрывала Где оно соединяется С другим Также сделал на краю Последнего покрывала Для соединения его с другим 50 петель Сделал у одного покрывала И 50 петель Сделал в конце покрывала Ну Понимаете Здесь комментарий Можно такой Об этих петелках 50 сделала Да Вот Но я думаю Что это кто-то Следующий после меня Сделает Я хочу Говорить Нечто О другом Понимаете Вот Я хочу увидеть Немножко Как бы Не рассматривать Не саму скинию И каждую деталь Хотя каждая деталь Она говорит о многом И есть множество И комментариев Есть множество книг О скинии Чудесные книги Которые рассказывают И каждая Имеет значение Я просто хочу Знаете Чтобы сегодня Мы не упустили Ну того Возможно Что очень важно Чтобы мы немножечко Как бы вот Отошли Вот представили Вот скини она здесь Да И мы посмотрели Зачем Это Это все создавало Чтобы мы посмотрели Не со стороны Того времени Да А чтобы мы Отошли Вот и посмотрели Вот на все Библейские события И поняли Зачем Это Это было сделано Для начала Давайте зададим Я себе задаю вопрос И вам задаю вопрос О чем Библия Можно ли одним предложением Вот Ну сказать О чем Библия О чем Ну о Боге Да Конечно Безусловно Да На самом деле Действительно Библия Она Об отношениях Друзья Библия Она об отношениях Некоторые думают Что Библия Это Бухгалтерская книга Где пишется О грехах И там Учитываются И грехи И добрые дела Вот если Добрых дел будет больше Ну Типа того Что у меня Будет отношения Как бы Ну Будет больше Некоторые думают Что это Буклет МММ Ну Ну Знаете Такая компания Куда приносишь деньги Они потом куда-то исчезают Но обещают много Да Вот и некоторые думают Что если я Ну Что в Библии написано Что если принесу Например 10 То оно увеличится В 30 60 и 100 крат Ну Сами же понимаете Да А на самом деле Библия Это любовный роман Друзья Это роман Об отношениях Любовный роман Они всегда Они об отношениях И Библия Она рассказывает О прекрасном творце Который создан Совершеннейшее творение И между ними Были идиллические Прекрасные отношения Но потом По вине творения Значит Эти отношения Были утеряны И По милости И по благодати Творца Значит В течение Как бы Ну Определенного Времени Значит Описан процесс Восстановления Значит Процесс восстановления Этих отношений Понимаете То есть Это Это роман Об отношениях Это реально Это любовный роман И здесь есть Ну в общем Вы понимаете Здесь все есть Здесь даже есть Здесь есть В этом романе Есть кто-то Кто для того Чтобы восстановить Эти отношения Он отдал свою жизнь Для того Чтобы эти отношения Они состоялись И они были Восстановлены Поэтому Если рассматривать В этом В этой проекции Скинью То есть Это Скинья Это место Это одно Из средств Божьих Для того Чтобы восстановить Отношения Бога И человека Ведь Все Как бы Вся История Библии Она говорит Именно говорит Об этом Об Аврааме О его семье Потом О том Как от этой семьи Произошел народ И как этот народ У него была миссия Стать священниками И потом Много перипетий С этим народом Его делопоклонством Вавилоном И так далее И потом Когда народ Наконец-то Избавился От делопоклонства Но вошел В такой Религиозный экстаз Что стал Короче Выполнять Всякие мелочи Забывая о главном Своем предназначении И для того Чтобы народ вспомнил И исполнил Своё предназначение Был послан Ишо Мессия Который помог ему Вспомнить И исполнил Всю Тору То есть он принес Совершенную Жертву Которая Позволила Людям восстановить Уже окончательно Восстановить Эти отношения Вот И в этом Как бы В этом В этом ряду Есть место Есть место Искинии То есть мы Как-то не должны Знаете Мне очень не хотелось бы Чтобы мы просто Вот рассмотрели Вот Скиния Вот она была Она была тогда А сейчас Ну какая сейчас Скиния Сейчас что-то другое Но на самом деле Друзья Тема Скинии Она проходит Через всю Тору Я бы назвал Даже знаете Я бы даже Кажется что-то Первое Скиния Но я бы назвал Даже Скинии Наверное Эдем Потому что Это было не только Место обитания Человека Это было место Встречи Это было место Общения Это было место Где строились Отношения Первые отношения Человека с Богом Потом Эдем Был утерян В конечном итоге Бог никогда не проигрывает Мы знаем Что Последние Главы Библии Говорят о том Что Эта Скиния Она вернется И Иоанн говорит Я увидел Скинию Новый Иерусалим Который Который Спускается с неба С нового неба Спускается на новую землю И голос говорящий Си Скиния Бога с человеками И Бог Будет уже обитать С людьми То есть Тема Скинии Она в первых главах Библии Она в последних главах Библии И тема Скинии Скинии Она проходит И через всю Библию Это Скиния Вот сегодня Мы ее рассматриваем Но есть еще Скиния И Кто? Вот давайте вопрос Греба конечно он знает Конечно мы Апостол Павел Во второй главе Эфесянам Он говорит О том Что мы Как камни духовные Устраиваем Из себя храм Аминь Мы устраиваем Из себя храм Который как бы Возрастает Который Это такой Постоянно растущий Растущий храм Потому что мы знаем Потом в дальнейшем Написано Что он питается От Ешуа Вот значит И В слове храм Значит там Греческое слово Которое обозначает Внутреннее святилище Ну то есть Фактически Это обозначает Скинию Понимаете То есть Мы тоже Скиния Бога с человеками И Очень интересно Конечно С этой точки зрения Взглянуть На Скинию Потому что Мы можем увидеть Нечто Что как бы Полезное нам Сегодня В Скинии Сегодня Сегодняшнего дня Чтобы мы не упустили Вот эти полезные вещи И я естественно Не расскажу вам Обо всем Богословии Скинии У меня осталось Там буквально Несколько минут Вот Но То что мне хотелось бы То что мне хотелось бы Сказать Понимаете О чем О чем говорит О чем говорит нам Сама Идея Скинии Идея Скинии Рассказывает нам Именно о Пути Восстановления Отношений Бога Вернее так Скиния нам говорит О Боге Да О святом Боге Вот Который Настолько свят Что Ничто Как бы Такое То что Скажем так Нечистое Несветлое Оно вообще Оно даже близко К нему Не касается Он правдив Он милостив Он свят И он Абсолютно Отделен От всего От всего Грешного И Это с одной стороны С другой стороны Мы видим Грешного человека И для того Она говорит Она говорит О святом Боге Она говорит О грешном человеке И она говорит О пути Приближения И пути Приближения К Богу И мы видим Что этот путь Давайте мы еще раз Взглянем На скиню Итак Скиния Она имеет Трое Можно сказать Три завесы Первая завеса Это Вход во двор Она так и называлась У евреев Она называлась Путь Вторая завеса Во святое Как она называлась Истина И третья завеса Во святое Святых Она называлась Жизнь Поэтому Когда человек Когда Ишоа Говорил о том Что он есть Путь Истина И жизнь То евреи Понимали О чем Он говорит Он говорит О пути Приближения К Богу Но Была одна Особенность На этом пути Были определенные Условия Для этого Для этого пути То есть Это должен быть Для того Чтобы приблизиться К Богу Это должен быть Человек Какой человек Это человек Из Божьего народа Правильно Должно произвести В жизни этого нечто Чтобы отделиться От других народов И войти В Божий народ Этот человек Должен быть Ритуально чист Ритуально чист То есть Он должен быть Свободным От Не буду говорить Здесь Идеологии О ритуальной чистоте Что это обозначает Ну Как бы Понимаем Он должен быть Ритуально чист И соответственно Он Для того Чтобы приблизиться Он должен быть Пройти Он должен быть Принести жертву То есть Мимо жертвенника Для того Чтобы общаться С Богом Человек Он не мог Прийти Кто-то Должен был На жертвеннике Умереть Для того Чтобы его грехи Они были покрыты И для того Чтобы человек Мог принести Наконец-то Мирную жертву Очередную Мирную жертву И иметь Общение с Богом То есть Иметь Трапезу Трапезу С ним Поэтому Скиния Она говорит Об определенном Также Об определенном пути Приближения к Богу И никто не отменял Этого пути И мы знаем Что в сегодняшней Скинии Сегодняшнего дня Этот путь Так и есть Для того Чтобы мы могли Приблизиться к Богу Мы должны войти В Божий народ Аминь или нет? Аминь Значит Мы должны Быть очищены Мы должны быть чисты Значит И должна быть Принесена Жертва за нас И мы знаем Что эта жертва Она уже Принесена Это есть Ешо Который есть Наш Маше Аминь И И друзья Знаете что? И Скиния Она говорит Еще Об одной вещи Которая Которая Ну Я знаю Что Она нам нравится Просто мы Не всегда О ней задумываемся Мы Все хотим Чтобы Как бы У нас Все было хорошо Правильно? Мы все хотим Мы хотим Все понимать Принимать Правильные решения Мы хотим Иметь Что? Обеспечение Чтобы у нас было Да? Мы хотим Знать Как поступать В этом случае Как поступать В этом случае И так далее И Скиния Она тоже Об этом говорит Потому что Когда Мы открываем Когда мы Открываем Завесу Приоткрывается Завеса В святая Святых Извиня В святая То что мы видим Мы видим свет Который символизирует Светильник Который символизирует Именно откровение Божие Свет его слова Свет его мудрости Светильник Есть свет на гема Говорится в псалмах Значит Потом Мы видим хлеба Которая Которая Соответствует Обеспечению Нашему И что мы еще видим Мы видим Мы видим Курение Жертвенник Жертвенник для курения Который символизирует Как бы Молитвы Которые Теперь услышаны То есть Это то К чему мы стремимся Но Друзья Обратите внимание На одно Обстоятельство Что Настоящая мудрость Настоящий свет И настоящее Обеспечение Где оно Находится Где оно Находится Оно Находится Там Где Бог Понимаете Поэтому Когда Пастора Нас учат О том Что Ну Когда они Говорят Нацеливают Нас На Бог Понимаете Когда Они Говорят Вот Ваши Ответы Вот Где Находится Ваше Обеспечение У тебя Проблема С детьми У тебя Проблема Между Супругами И так Далее Вот Где Находятся Ответы Ты Хочешь Узнать Какие-то Духовные Истины Вот Где Они Поэтому Нужно Пройти Вот Этот Нужно Пройти Вот Этот Путь Для Чтобы Приблизиться Бог Только У него Если Мы Поймем Эту Вещь Я знаю Что Мы Поймем Многие Вопросы Нашей Жизни Читайте Вторую Главу Притч Там Об этом Написано Понимаете В конце Концов Когда Мы Приближаемся Когда Мы Берем Слово И Оно Внутри И Ты Начинаешь Понимать Что Вокруг Происходит И Еще Как Это Я Говорю О Скине О Некоторых Моментах Скине Есть Еще Один Момент О Котором Я Хотел Сказать Я Считаю Важным Это О Священстве Мы Кто Священники Да Реально Мы Священники Вы Знаете И Есть У Меня Было Такое Понимание Что Мы Становимся Священниками Автоматически Ты Ты Покаялся И Когда Меня Спрашивают Ты Кто Священник Бога Живого Все Я Теперь Уже Но Когда Мы Смотрим На Процесс Приближения На Процесс Я Не Хочу Изменять Богословия Просто Размышления Своих Говорю Для Чтобы Мы Посмотрели И Поразмыслили Как Это Все Происходит Может Меня Кто Поправит Может Кто Что Более Углублен Мы На Изучение Библии Обратили Внимание Сам Путь Вот Вот Это Приближение Приближение К Святому И К Жертвеннику Потому Что Священники Они Где Исполняют Свои Обязанности Возле Жертвенника Возле Жертвенника И Внутри Святого Жертвенники Святого Место Исполнения И Есть Путь Приближения Вначале Смотрим Вот Скиния Стоит Там Где-то Народы Ну Язычники Условно Говоря Потом Ближе К Скинии Перед Ходом В собрание Есть Божий Народ Правильно Потом Этот Божий Народ Имеет Возможность Войти Войти Вот Человек Вошел В Божий Народ Он Священник Ну Вроде Да То есть Скажем так По положению Вроде Да Но Реально Он Священник Наверное Еще Нет Потому что Есть Обязанность У священника Библия Нам Говорит Что Обязанность У священника Что Хранить Свою Святость Хранить Святость Храма Значит Учить Народ Ведению И Отличать Святое От Несвятого Ну Как Минимум Аминь Вот И Человек Вот Он Вошел Он Вошел На Подворье Он Вошел Вошел В Скинию Значит Но Он Еще Не Не Исполняет Обязанности Священников Потом Дальше Как Приблизиться Дальше К Жертвеннику Тут Чтобы Стать Ближе К Своим Обязанностям То есть Надо Принести Жертву Да То есть Должна Быть Принесена Жертва Как Еще Ближе Чтобы Хоть Прикоснуться Чтобы Там Что-то Можно Было Сделать Надо Было Стать Левитом То есть Левиты Они Могли Приближаться Уже Приближаться Потом Дальше Дальше Уже После Левитов Как Б Идет Тема Именно Собственного Священничества То есть И Для Того Чтобы Стать Уже Священником Я Девятой Главе Говорится О том Что Что Для Того Должны Быть Принесены Жертвы Священник Должен Принести Жертву Да Вот И Жертва За грех Жертва Жертва Всесожжения Да То есть Он Как Б Должен Сам Лечь На Жертвенник Через Свою Жертву Вы Понимаете О чем Я Говорю Он Должен Сам Лечь Должен На Жертвенник И Только Это Оно Позволяло После Это Он Помазывался И Только Это Уже Позволяло Ему Исполнять Священнические Функции На Жертвеннике И Внутри Святого То есть Какую Мысль Я Хочу Провести Мы Священники И Нам Надо Задуматься Допустим Как Мы Исполняем Священники Или Мы По Настоящему И Насколько Мы Исполняем Свои Обязанности Священнические Обязанности Ведь Никто Нас Не Снимал Допустим Хотя Жертва За нас Принесена Та Которая Открыла Путь Богу Но Библия Говорит Многократно О том Что мы Приносим Жертвы Жертвы Слышали Об этом Слышали Это 12 глава Римлянам Это Жертва Всесожжения Где Говорится Что мы Должны Себя Принести Это Как Поклонение Жертва Поклонения Жертва Словословия Жертва Благотворительности Жертва Финансов И Об этом Там Есть Каждое Там Павел Об этом Об этом Говорит И Жертва Служения В 15 главе Римлянам Павел Об этом Говорит Я Священно Действую Своим Служением Благовествования Я Священно Действую Я Язычников Я хочу В дар Преподнести Господу Вы понимаете Что я хочу Сказать Чтобы мы Не упустили Вот этих Два Важных Моментов То есть Есть Путь Путь Как бы Священника И Есть Как бы Это Жертвоприношение Ведь Фактически Можно Приносить Жертвы Можно Приносить Жертвы Но Жертвы Они Должны Быть Какие Во Христе Иисусе Друзья Все Что В Новом Завете Все Во Христе Иисусе Потому Что Мы Священно Действуем Если Посмотреть В Контексте Мы Священно Действуем То есть Мы Священники Мы Все Нормально Мы Жертву Всесожжения Себя Как Положили И Мы Священно Действуем Но Наши Жертвы Они Могут Быть Не Во Христе Иисусе То есть Мы Можем Например Исполнять Какие Обязанности При Этом Быть Практически Неверующими Ну То есть Можно Ходить Церкви Исполнять Обязанности Быть Неверующим И Приносить Жертву Как Служение И Давать Десятины И так Далее Но Написано Что Все Жертвы Они Во Христе Иисусе Почему Потому Что В 9 Разорванная Завеса Иисус Во Святая Святых И мы Как Священники Ну Это Мое Мнение Мы Священодействуем В Святом Но Святая Святых Иисус То есть Мы Имеем Доступ К Богу Понимаете О чем Я говорю Да Но Во Христе Иисусе И Потому Что бы мы Не Делали Наши Молитвы Во Христе Иисусе Наши Жертвы Во Христе Иисусе Все Что Не Есть Во Христе Иисусе Потому Что Он Есть Первосвященник Наш И Он Есть Тот Кто Ходатайствует За Нас Это Тот Кто Предстоит За Богом Перед Богом За Нас Это Тот Кто Одал Жизнь За Нас Это Тот Кто Является Ходатаем Нашим Это Тот Кто Послал Духа Святого Чтобы Он Здесь Был Вместе С Нами Чтобы Мы Могли Иметь Общение С Нашим Богом Слава Нашему Господу Во Имя Иисуса